Совсем скоро на следующей неделе в нашем городе пройдет международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». Организаторы обещают, что эта юбилейная 25-я по счету ярмарка станет особенной и «Анапа» предстанет на ней с обновленным имиджем. Известно, что уже разработан новый бренд-бук. Что в нем будет отражено и какие сюрпризы готовят организаторы, мы сейчас можем узнать из первых рук. На связи с нашей студией директор санаторно-курортного объединения, здравница города-курорта «Анапа». Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. Добрый вечер. 7, 8, 9 февраля 2018 года мы 25-й раз встречаем гостей нашей выставки. Это юбилейная выставка и очень приятно, что она несет за собой очень много позитивных изменений в городе. Первое, что мы будем обязательно использовать в нашей выставке, это бренд-бук, который разработан серьезной компанией. И для того, чтобы его презентовать городу, в первый день работы выставки на круглом столе будет презентация этого бренд-бука. Но могу открыть маленькую тайну, приоткрыть завесу этого бренд-бука. Он включает в себя все разнообразие услуг, которые может представить курортная отрасль города-курорта «Анапа». Мы в своей выставке сделали акцент на то, что некоторые элементы, естественно, по согласованию с теми, кто его разрабатывал, мы использовали в оформлении сцены, в оформлении некоторых стендов, в оформлении нашей полиграфии и в оформлении памятных наград. То есть вот это важно, потому что если вся «Анапа» будет нести в себе какой-то элемент узнаваемости, вы знаете, мне кажется, это будет не просто привлекательно, но любой отдыхающий, когда он наденет эту майку, эту кепку, приедет куда-то, это будет классно, потому что все будут знать, что да, это «Анапа», это «Анапа», это здорово. А чем планируете привлекать и удивлять гостей? Ценами, расширением спектра услуг? Что показывать будете? Цены в этом году, они не поднимаются. И многие здравницы идут на очень гибкие системы скидок. Очень интересные инфо-туры для туроператоров. Дело в том, что каждый год приезжают туроператоры, их приезжает порядка 300 компаний, больше, меньше, но в этом году мы ждем их очень много, потому что, еще раз повторюсь, что это 25-я выставка, мы для них подготовили очень интересные информационные туры, которые включают в себя все объекты показа в одном туре. То есть, это будет крупная здравница, это будет какой-то пансионат, это будет 5 звезд, все включено, это будет частная гостиница и детский лагерь. То есть, они могут, представители турфирм, могут совершенно четко, их приезжает обычно по 2-3 человека, они могут совершенно четко в несколько инфо-туров записаться и обсмотреть те объекты, которые им дадут полное понятие о тех услугах, которые мы им можем предложить. Вот это вот очень интересная тема. Ну и, как всегда, будет очень-очень наполненная деловая программа. Что касается встречи наших любимых гостей, я думаю, что город будет преображен, что город будет расцветать с каждой минуты к весне и к лету, и что мы получим совершенно потрясающий результат от того, что сегодня у нас совершенно замечательные люди стоят у руля власти. Вот поэтому, ну, честно говоря, мы все этого очень ждем, мы очень надеемся на это. И, зная работу Юрия Филовича и его команды, на сегодняшний день мы можем сказать, что человек, который сделал для города уже сегодня немало. И, зная просто предыдущую его работу, зная его отношение к курорту и поддержку курортной отрасли, ну, весь курортный потенциал готов помогать, готов все, что угодно делать в поддержку того, чтобы город наш воссиял. И еще вопрос. В октябре прошлого года Юрий Поляков стал главой Анапы. Заметны ли изменения? Вот абсолютно обывательский взгляд. Идешь, гуляешь по морю. И сегодня мы можем идти наслаждаться чистым песком, морем. Никаких тебе будок с разными названиями, никаких тебе проволок, никаких тебе заборов, никаких тебе сеток-рабиц, никаких тебе бетонных конструкций. То есть сегодня первое богатство Анапы – это пляж. Оно сегодня получило свою первобытность. В хорошем смысле этого слова. Потому что для Анапы, зная целебную силу наших пляжей, это очень важно. И когда это все было нагромождено всем, чем угодно, и пляжей, в принципе, и ската уже и не было, я считаю, что это колоссальная работа, которая проделана. Я догадываюсь, насколько это было сложно все. Но это сделано. Екатерина Анатольевна, спасибо за этот разговор. А мы продолжаем. Сегодня ровно 100 дней с момента вступления в должность мэра города Юрия Полякова. Срок небольшой, но уже достаточный, чтобы увидеть вектор развития муниципалитета, заданный новым городоначальником, и оценить первые результаты. Наши корреспонденты поинтересовались мнением общественников, какие изменения произошли в городе и какие надежды они возлагают на главу Анапы. Продолжение следует...